Итак, всем привет! Сегодня будет обзор фармикария из линейки ВГУМ, ВГУМ Медиум 2.0. После вскрытия пупырки распаковываем сам фармикарий инкубатор. Сразу видим три заглушки. Две с отверстием, одна без. И еще одна без отверстия уже в самом фармикарий модуле. Видим крышечку. Эта крышечка нужна для закрытия отверстия в одной из камер инкубатора. Одна часть выступает в роли арены, а другая в роли гнезда для муравьев. Это камера увлажнения. Сюда нужно заливать воду. Влага распространяется по всему гипсу и создает градиент влажности. Во всем фармикарии. Высота камер, где нет гипса, полтора сантиметра. А где он есть, около десяти. В длину фармикарий девять сантиметров, в ширину шесть. В этом фармикарии есть целых три преимущества. Первое. Подходит для почти всех муравьев. Второе. Возможность заселения одной матки в инкубатор. Объем камер будет комфортный даже для проживания одной матки. Она не будет трассовать из-за влажности, слишком больших камер и всего другого, связанного с качеством и эффективностью фармикария. И третье преимущество. Это наличие арены с крышкой. Вам не нужно будет открывать заглушку, чтобы положить туда, например, какого-нибудь знака или налить сироп. Именно крышка в этом фармикарии отбрасывает все проблемы. Итак, давайте сравним два фармикария. В гум-медиум и в гум-медиум версии 2.0. Из-за того, что высота камер была довольно мала, трудно было содержать большие виды муравьев. Эта проблема была решена. Был добавлен еще один акаиловый слой. Итого, диапазон содержания видов муравьев увеличился. Этот фармикарий вмещает в себя около 60-80 муравьев-жнецов вида маэстро-структор. А так, я его советую вам использовать для поднятия с одной матки каких-нибудь паниорин, например, псевдонапанерруфипис, или похикандила астута, или, например, больших компонотусов. Также для содержания небольших семей, тех же компонотус, тароцикус, или цицони. Да и для мелких видов, таких как афиногастер или соленопсис, этот фармикарий будет идеален. Купить или прочитать подробное описание к этому фармикарю вы можете у нас в группе ВКонтакте, ссылка которой находится в описании и в закрепленном комментарии. А пока, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok